Вот это ударяется сюда и разбивается. Все, что сделала администрация, набила какую-то резинку сюда. Вот и все, что они сделали. Так выглядит аттракцион в сквере Витан, микрорайоне Борчокрах, фонтанной в крымской столице, спустя три месяца после открытия. После многочисленных обращений местных жителей, недовольных качеством нового сквера, подрядчик устранил некоторые ошибки. В сквере, наконец, установили видеонаблюдение, на качелях заменили крепления. Но на этом все. Здесь веревки, которые уже, вы видите, вот они протерлись. И завтра какой-то ребенок просто-напросто оторвется, и ребенок упадет. Хотя везде должны быть вот такие, наверное, вставлены предохранители для того, чтобы от протирания веревки. 10 февраля было принято решение прокуратурой города Симферополя о том, что это опасный для жизни комплекс, и что его надо убрать и заменить на какой-то другой, который не опасный. Администрация дала такие видные сведения, что они заменили этот комплекс. Но вот мы с вами видим, что он как стоял, так и стоит до сих пор. На опасном аттракционе каждый день продолжают играть дети. Почти все нравится. Тут можно и побегать, мы с друзьями бывают в догонялки, играем на этом. Вопросы к новому скверу у местных жителей возникли еще летом прошлого года на этапе строительства. Люди внимательно следили за выполнением работ, ведь сквер им построили не просто так. Жители участвовали в конкурсе, проведенном администрацией города, и Борчокрах стал одним из четырех микрорайонов, которые обещали облагородить в рамках программы на средства от правительства Москвы. И жители очень ждали новый сквер, но качество постройки, на которую потратили 38 миллионов рублей, вызвало лишь недоумение. Когда мы открывали парк, мы говорили с Демидовым. Он обещал тогда дополнительно установить скамейки со спинками рядом. Но мы очень категорично были против вот этих всех шебеночных дорог, потому что мы тогда предсказали, что эта шебенка окажется на игровой площадке или где посажены наши растения. Вообще неудобно. Почему? Потому что ее трудно, тяжело толкать. Здесь дети катаются на велосипедах, на самокатах, и они вынуждены только вот по асфальтированному проезжать. Обещавший обязать подрядчика исправить ошибки, глава администрации Ахмеджита ушел в отставку, не выполнив свои обещания. Тем временем скверы по похожим проектам появились и в других местах крымской столицы.